Заводи пароль и заводи OpenShot Заводи пароль и заводи Я пойду через пару минут Да-да-да, я нормально слышу Снова набирай open shot Бывает, всякое бывает Тогда иди в меню аудио-видео и запусти его Это стандартная Вот смотри Копируется вот это вот Зачем ты убрал? Не надо было Я наоборот хотел скопировать Ну я просто помню то, что он выкидывал Да не надо, я помню Фрей, ноль, что-то такое там было Не о, а Ноль Ноль Вот эти Это Стандартная для Ошибка, которая всегда бывает При установке open shot С менеджера программы Он всегда запрашивает вот эти плагины А пока он там до устанавливает У тебя simple screen recorder далеко нет? Все в аудио-видео Угу Да Нажми окей и закрывай он установился Так Стоп-стоп-стоп-стоп Вот мне нужно посмотреть так Альса Записать весь экран Записать весь экран Да по барабану Здесь ладно MP4 MP3 Home там ты 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 Ну В принципе ладно Окей Запускай теперь open shot Ах ты нам же надо было бы Любой самый Небольшой видеоролик или С файликом почитать Ты посмотри его не через это А через видеоредактор Вот отсюда посмотри Я сейчас просто вспомнил где они Должны быть виде Ну вот Любой Ну давай заходи Вот плюсик Да Ну вот нажимай больная Вот самый маленький набери больная тема Следующий 50 мегабайт Нет Этот большой да По барабану Ладно Ну давай вот Так По размерам самый маленький Вот этот вот Ну вот встань так Вот теперь смотри самые важные нюансы Когда ты делаешь видеоролики Ты там делал 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 И решил значит Ну первое Сохранить Пишешь там допустим там 111 Папка проекта там Сохранить видео Вот смотри сюда Выбираешь 25 кадров Это уже просто по опыту И сохраняешь проект Какие-то там изменения ты там делал Что-то там отрезал Что-то там склеивал Вот допустим там взял Где-то вот здесь вот отрезал Эту часть убрал Встал на начало Сохранил Во время записи И производства видеороликов Я очень часто Эту кнопочку нажимаю Затем значит Тебе нужно значит Выпустить этот файлик Ну вот я по опыту тебе скажу У тебя-то вот Здесь не видно Как посмотреть Ну значит я делаю что Значит я ищу этот наш Опеншот И обязательно в нем Выставляю приоритет На очень низкий Вот видишь стоит Очень низкий Если ты этого не сделаешь А у тебя будет открыты Две-три программы И ты начнешь ролик Как говорится Выдавать на гора У тебя просто может замерзнуть Экран И придется как говорится Принудительно Выключать компьютер Дальше Стоит 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 Здесь значит Выбирается Blu-Ray Здесь выбирается Качество Самое высокое И вот посмотри Все мои Большая часть Но процентов 95 видеороликов Сделаны в качестве 1080 1080 Я вот обычно Убираю Без всяких там точек 1080 Вот 1080 У тебя ролик был сделан в 720 Ну Это как говорится Самая нижняя ступенька Хорошего стандарта Но я Делаю Стараюсь сделать мои ролики На самом высоком В видеостандарте Почему Что Пользователи у которых Хорошее разрешение экрана Могут Твой видеоролик Очень Скажем так Посмотреть Беспроблемно Да И вот теперь Даже если я Нажму на экспорт Видео Здесь я допустим Сверну все это дело Вот видно Что ролик Экспортируется И тем не менее Несмотря на Все вот эти перипетии Открывай любой броузер И ты еще сможешь Как говорится И в броузере Работать Если ты не выставишь Приоритет на Очень низкий И попытаешься Там делает Еще там другие задачи Получишь Заморозку экрана Со всеми вытекающими Последствиями То есть с потерей Там Части там Работы И прочее И прочее И прочее Когда же ты делаешь Ролик В высоком качестве То ты Вот от этих Неприятностей Скажем так Ну избавлен Поскольку мы Выбрали очень маленький Кусочек Значит Вот он нам И выдал сообщение Что он уже его сделал Если он его сделал Значит Мы его Просто-напросто И закроем А затем Значит Где у тебя файловый менеджер Вот Он должен быть На верхней линейке Видео Значит Так Вот 111 Ну-ка Давай Чем посмотреть А вот SM Player И вот здесь Я просто закрываю Нам это не важно Это первый раз SM Player он себя рекламирует Второго раза уже не будет Вот Вот у тебя получается Разрешение экрана 1920 на 1080 И качество Где же там качество А ну вот оно и есть Качество 1080 Господи Че я тут Бабушка там Вот Вот у тебя качество 1080 То есть Вот этот ролик Допустим Ты сделал уже Самого высокого качества Ну там На пару минут Это займет Время чуть Побольше Значит Загрузка На трубу Но У тебя ролики Будут Самого высокого качества Теперь Открывай Любой Мой видеоролик Бой Мой Видеоролик Вот все Останавливаемся Вот Я Кнопочку Здесь Не вижу Нифига Вот 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 Остановили Теперь смотри Вот Все мои ролики Сделаны в качестве 1080 Не Я понял То есть Самое высочайшее Возможное Значит Делать Разрешение Экрана Тогда Даже Самые Придирчивые Пользователи Всегда Увидят Четкий экран Без всяких Размытостей И непонятностей То есть Если сейчас Нажать Продолжение Вот Вот Эти пока Еще Мутновато Видны А сейчас Они уже будут Видны Почетче Ну Вот Здесь Может быть Это не сильно заметно Но По крайней мере Видишь Да? Если же Перейти в полноэкранный режим Вот Смотри Как хорошо Здесь все видно Да? Ну да А если ты нажмешь На то, что Допустим У тебя было Вот Да Даже Давай Вот 720 сравним Вот Посмотри Вот Система Как-то Буговки Как-то Видны А теперь Вот Возьми И поставь на 1080p На 1080p На 1000p Да И Нажми На Да 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 Гораздо Резче все стало Почему Значит Я всегда Значит Стараюсь Вот Эти вещи И делать Допустим У меня там Образ будет Немножечко Побольше По объему По барабану Ну В принципе Ролик-то На трубе Будет Скажем так Сделан В высоком Качестве И Процентов 95 моих роликов Они Так и сделаны Там есть у меня Несколько роликов Которые я делал В Инде И там В Инде У меня Это дело Не совсем Получалось И делал на 720p А в основном Большая часть моих роликов Сделана значит В качестве 1080p Вот поэтому Когда ты там будешь Вот эти вот Ролики делать Постарайся Значит Вот Чтобы у тебя Было Качество Самым Скажем так Высоким И Тогда Будет Вот такие Скажем У тебя уже Вещи В редакторе Там Я тебя учить не буду Там Как склеить Как отрезать Там И Уроки Есть На блоге Посмотришь Там Научиться И так далее Но Вот Насчет Видеокачества Старайся Стремиться К самому Высокому Качеству Которое Только Возможно А это Достигается Значит Двумя Настройками Самого Значит Этого Simple Screen Recorder Ну И в основном В видеоредакторе Тоже Как видишь Должны Выставляться Такие Настройки 1080 на 25 Кадров Кадров В секунду Вот Ну Когда Первый раз Сказали Ты Кавказани Делаешь Ну Да И После этого Ну Вот Вот Теперь Практически Ты Знаешь Я считаю Что Почти Там Все Тонкости Настройки Видеоредактора То есть Теперь Ты можешь Делать Нормальные ролики Нормального Скажем так Высокого Качества Вот А Еще Нюансы Такие Очень Часто Рекордер Вот Там Человек Или Мою сборку Скачал Или Какую угодно Поставил Вот Он Настраивает Везде Чтобы стояла Альса Раз Формат Ютуб Самый лучший Да Вот Все это дело пошло И Как Корректировку Можно делать Прямо во время записи Вот смотри Устройство Ввода А вот Насчет устройства Ввода значит Что то тут А Вот можно сразу Посмотреть И Допустим Первый ролик Ты делаешь Пробный И Тебе надо Услышать Для себя Это громко Или нет Вот Буквально Пару минут Записали Приостановили Нажимай на Приостановить Запись Сохранить Теперь Значит Ну вот Теперь Понимаешь Почему у тебя Файловый менеджер Должен быть на верхней линейке Да Да Беги Файловый менеджер Видео Так Подожди Подожди Я вот здесь Подожди Вот так По дате изменения Так Ну вот самый маленький У нас вот этот получился Ну Давай его и посмотрим А ты мне скажешь Громко это нормально Или Нет это не то Нет это не то Еще был один Мы записывали Который А вот он Вот он Открывай его Вот Теперь Меня интересует Уровень звука Ты нормально Слышишь Мою Или свою Речь Ну Честно говоря Слышим На Вернуться Главному экрану Продолжить Подожди И вот здесь Перед Перед Точкой Встань курсором Перед точкой Напиши три тройки Чтобы нам не сбиваться Сохранить сохранить вот и вот теперь значит ты будешь делать пробную настройку голосом причем сделаешь ее по трем режимам на 50 на 75 и на 100 процентов а придется говорить тебе вот где-то 50 говорит чего-нибудь там да что ну раз-два-три говори там 5 10 20 затем на 75 и на 100 ну и на 100 ну вот я без гудения слышал где-то у тебя сколько-то процентов ну вот так вот ну ладно а теперь давай сам проверяй потому что я-то через интернете слушаю я не могу толком сказать ты сейчас вот как раз иди на видео да нет вот что у тебя на верхней линейке видео вот нажимай и слушай именно как тебе слышно это самая достаточно громко твой голос слышен или нет здесь должно быть установлено на максималку громкость должна быть до поставлены на максималку и вот посмотри на каком уровне у тебя на получилось нормальное качество сколько процентов 40 около на сто процентов что ли нет нет все 67 процентов ну теперь давай делать окончательную проверку вот проблема-то нажми закрыть это свернем пока вернуться главному экрану продолжить 3 тройки он запишет но уже одну с другой с другой датой начать запись иди на настройки звука то есть тебе лично для твоего компьютера посмотри сколько там у тебя процентов если ты плохо ориентируешься вот иди вот сюда вот нажми на настройки звука самая нижняя самая нижняя нажимаешь на вход и вот здесь вот смотришь значит во первых вот у тебя везде должна быть стандартная громкость воспроизведения сто процентов рассчитаны на нормальных пользователей на них то ориентируешься когда делаешь свой видеоролик а здесь вот у меня всегда получалось где-то процентов вот под 50 под 60 вот тут вот гудит здесь вот на минимуме вот здесь вот вроде бы без гудежа вот именно вот этот вариант это где-то чуть больше 50 процентов вот его а ну у нас как раз сейчас как раз и пишется вот мы его и проверим значит еще раз значит то есть вот подгонка должна быть такая сто процентов громкости это как у всех громкость мы значит сейчас отрегулировали очень тонко значит вот здесь делаем остановку записи сохраняя это дело уже можно закрыть идем сюда а теперь смотри вот у двух роликов но у них одинаковые названия а какой из них ну вот нет 1628 а это 1631 вот теперь смотри и мне комментируй это самое где у тебя получился для тебя для твоего уха нормальный уровень громкости запоминай потом не скажешь потому что у меня я не слышу нормального воспроизведения а тебе нужно подобрать свою индивидуальную настройку звука чтобы твои видеоролики получались во первых громкими без фона и в то же время чтобы пользователям не нужно было выкручивать рукоятки громкости на максималку чтобы тебя услышать чтобы ты мог сидеть спокойно говорить но чтобы у тебя уровень громкости получался нормальный это подбирается вот таким вот образом скажем так опытным или эмпирическим ну если нормально то как говорится вот теперь у тебя уже полное руководство по настройке звука и там настроек видеоредактора и так далее уже есть а там значит выбираешь тему а ролик ну вот сделаешь какой-нибудь ролик вот из голове что будешь переделывать вот я тебя жду ссылочку на видеоролик в качестве 1080 с хорошим уровнем громкости и посмотрим ну ладно но были полезняшки да ну удачи ну давай удачи тебе ну ладно ну ладно ну ладно